Проводы зимы под крики болельщиков и звонкие удары клюшек. На ледовую площадку городского дворца детского творчества сразиться в хоккей вышли 12 рязанских команд. Непременные условия, все игроки должны быть в валенках. На самом деле, прекрасный зимний день, лучшим способом провести время, я даже не могу себе представить. Это здорово, когда у всех есть возможность собраться. Я думаю, что сегодня все получат огромное удовольствие и море впечатлений. Новую рязанскую забаву, хоккей в валенках, предложил сделать традиционный клуб болельщиков «Спартак». Идею подхватила городская администрация. Более 120 человек, детей и взрослых, вели упорную битву за награды на ледовой арене. Все как в настоящем хоккее. Отчаянная воля к победе, стычки азартных игроков, правда шуточные, и удаление штрафников. Единственное отличие – в количестве досадных падений. Валенки для игры в хоккей на льду все-таки не приспособлены, но в этом-то и весь смак турнира. Хоккей в валенках очень сложная игра. Настоящих мужчин. Немножко скользко, но интересно, все хорошо. Все интересно. Я думаю, турнир будет постоянный. Собственно, играем в валенках. Тяжело, беленько, скользко. Но вся особенность. Тяжелее играть, намного, чем в коньках. Хоккеисты воздали хвалу традиционной русской обуви, которой не гнушалась сама императрица Екатерина II. Приобщение к корням происходило не только с помощью игры. Валенки украсили вышивкой и аппликацией, а среди дизайнеров провели конкурс. Но вот за самими чесанками, как называли валенки в старину, пришлось отправляться в Москву. В Рязанской области их массовым изготовлением давно не занимаются. Все детки, которые сегодня играли в валенках, они получили их в подарок. И мы когда сказали, может быть, они там где великоваты, нет, говорят, мы в следующем году как раз в них будем участвовать. Мы за год их приведем в такое более мягкое состояние, более удобное. И говорят, это будут наши талисманы. Мне нравится то, что сегодня присутствуют не только игроки, не только дети, но они пришли семьями. Пришли жены поддержать мужей, которые играют. Пришли мамы поддержать детей. Поэтому надеемся, что это один еще из семейных праздников в нашем городе. Хоккеисты в валенках заполнили все аллеи Дворца пионеров. А отвлечь их от игры могли только другие забавы и конкурсы. Среди них соревнования на дальность забрасывания этой шерстяной обувки. И взрослые дети остались в восторге. А победители турнира унесли с собой медали и кубки. Первое место среди детских команд поделили спортшкола «Сокол» и рыбновская школа-интернат. Во взрослой группе не было равных команде Сбербанка. На втором месте хоккеисты Водоканала. На третьем – администрации города Рязани. Готовы? На 3-4 кричим валенок. 3-4! Валено! Дмитрий Соколов, РВТ-ТВ